Актуально В основном все они повторяются. Продолжают существовать, как и одни из самых первых видов, когда только они маленько виды и изменяются. Маленько другая тактика идет, маленько другая информация уже подается людям. Люди, попадающиеся на данные виды преступления, очень часто говорят о том, что да, с нами профилактика проводилась, не только с сотрудниками полиции. Мы в этом плане призываем также в помощь работодателей, организации, предприятия. Очень часто люди говорят, что да, профилактика с ними проводилась, но, к сожалению, им доводилось что-то определенное. А сейчас вот что-то новое. О данном виде они и не знали. В связи с чем они подумали, что все это правда, попались в мошенничество. Самое актуальное пошло в последнее время. Это у нас, когда звонят, представляются сотрудникам сотовой компании. Например, возьмем МТС. Чаще всего, наверное, звонят. Говорят о том, что это звонится сотрудник сотовой компании. Договор на пользование номером, данным абонентским номером у гражданина заканчивается. Чаще даже говорят, что заканчивается сегодня. Предоставляют ему услугу такую, чтобы не идти в офис. Можно сказать, все люди заняты все равно. Что можно будет сейчас по телефону продлить данную услугу еще на несколько лет. Вам это удобно? Конечно, человек говорит, да, мне это удобно. Он может находиться на работе, еще чем-то занят. Конечно, ему удобно все это сделать, как говорится, в онлайн-режиме. Тогда ему говорят, сейчас вам придет код, вы нам его назовите, мы вам продлим договор пользования абонентским номером. Человеку приходит код, не вникая, к сожалению, все равно в каждом смс-сообщении указывается, что данный код никому нельзя говорить. Код приходит за госуслуг. Человек просто не вникает, называет этот код и происходит незаконный доступ. Мошенники осуществляют незаконный доступ в его личный кабинет госуслуг. Но там, вы сами знаете, у нас есть возможность оформить микрозаймы через госуслуги. Наиболее актуальные схемы на настоящее время, которые совершаются удаленно, мошенниками, это, наверное, можно на несколько категорий разделить. Одна из таких основных мошенничеств, это когда человек непосредственно общается с мошенником и его вводят в заблуждение, чтобы получить какую-либо информацию. Это уже давно проверенные схемы, представляющиеся сотрудниками банков, сотовой связи, как сейчас, да, известно. Но есть категория определенных преступлений, которые совершаются при общении, не живом, так сказать, а общении в каких-то различных мессенджерах. И мошенники очень часто пытаются вывести человека для общения в мессенджеры, ватсап, вайбер, телеграм и иные, где им будет удобно с человеком общаться, переписываться удаленно. Какие схемы используются, например, при продаже товаров на авито, человек хочет приобрести какой-то определенный товар, списывается с продавцом, а тот уже в последующем предлагает ему перейти для общения ватсап и сделать какой-то платеж в счет бронирования или еще какой-то оплаты. Соответственно, нужно понимать, что все выходы за пределы таких торговых площадок, они могут быть чреваты тем, что все-таки мошенничество может состояться успешно для мошенников. Денежные средства будут переведены на карту частному лицу, а это уже свидетельство о том, что все-таки мошенники, ну, какой-то свой умысел имели. Если мы используем торговые площадки, то денежные средства сначала аккумулируются на этой торговой площадке, а после получения заказа они переводятся непосредственно лицу, который этот товар продавал. Но здесь нужно быть очень аккуратным. Даже есть ряд мошенничеств, которые совершаются на всем известных торговых площадках, на маркетплейсах Валберис, Азон. То есть и здесь нужно проявлять особую осторожность и при покупке товара всегда зачислять денежные средства именно на торговую площадку, не выходить за пределы общения с этой торговой площадкой. Они могут поступить вам сообщение, что товар закончился на складе, давайте свяжемся с вами по определенному номеру телефона и продолжим там общение, где вам могут приложить товар, который будет дешевле, чем на маркетплейсе. Но нужно будет перевести опять денежные средства к какому-то другому частному лицу, может быть даже и по имени добывать такое. Здесь схема аналогичная. То есть поступаем следующим образом. Только делаем платежи на самой площадке, ждем получения товара. Другими способами здесь не работает. В индивидуальном порядке это процентов 100, это будет мошенничество. Также нередки случаи, когда люди у нас продолжают пользоваться различными услугами брокеров, которые предлагают заработать с небольшой суммы, какие-то огромные денежные средства. Они предлагают практически без вашего участия контролировать ваши расходы, пополнение на каких-либо торговых площадках и торговать валютой, в том числе цифровой. Такие случаи у нас, как правило, тоже заканчиваются тем, что человек все-таки понимает, что в отношении него совершено мошенничество. Но денежные средства уже были переведены, в том числе и на какие-то различные заграничные счета и так далее, выведены в криптовалюту, что усложняет отслеживание движения денежных средств. То есть тоже хочется призвать каждого, чтобы они на такие легкие заработки сильно не осмотрели, потому что это очень сложный процесс, и у нас он законодательно не совсем еще урегулирован. То есть человек, который фактически занимается, как он думает, криптовалютой, он просто переселяет денежные средства мошенникам, мошенники пополняют ему виртуальный счет. Это такая, можно сказать, картинка, которая изменяется на любую сумму средств. Человек видит ее и считает, что денежные средства у него в личном кабинете. Но это, к сожалению, не так. И также еще можно, наверное, выделить вид мошенничества, когда человек практически не участвует никаким образом в хищении денежных средств у него, либо у банков. Одна из таких схем, она не так давно появилась, когда человек ранее использовал какой-то абонентский номер сотового телефона. У него были подвязаны различные аккаунты в соцсетях и государственных, например, услуг, портал госслуги. И человек через какое-то время принял решение не использовать данную сим-карту и отказался от нее. Может быть, даже просто не стал ее использовать. И через какое-то время она автоматически переходит обратно в оборот сотовой компании. Они имеют полное право ее перепродать другому лицу или передать ее в пользование. Мошенники пользуются примерно следующей схемой. Они приобретают эти сим-карты, регистрируют их на подставных лиц и проверяют наличие подвязанных к этой сим-карте порталов госуслуг. Если портал госуслуг не отвязан, они делают дальнейший вход. И параллельно с этим также мы можем пользоваться этим порталом. Никаких проблем не возникнет при входе в личный кабинет. Но есть один момент, что мошенники будут от вашего имени подавать различные заявки микрофинансовой организации. И, скорее всего, получат положительный результат и переведут себе денежные средства. В данной схеме, чтобы ее исключить, необходимо помнить, что если вы решили для себя отказаться от какой-то сим-карты, нужно отвязать все аккаунты, которые были привязаны, банковские приложения, портал госуслуг. Если данная процедура не была выполнена, то сейчас я рекомендую пройти и посмотреть на своем портале госуслуг, какой указан актуальный номер сотового телефона. Если он неактуальный, и вы им не пользуетесь, то я рекомендую его поменять на актуальный. Если самостоятельная возможность такая отсутствует, то можно пройти в МФЦ, вам там помогут и сменят номер на актуальный. Расскажу так, на живом примере, буквально пару недель назад была, женщина обратилась к заявлению, что у нее взломали мессенджер-телеграмму. И от ее имени идет массовая рассылка сообщений с просьбой о получении денег и средств во временное пользование. То есть взаимы, так скажем. Люди активно продолжали с ней общение, потому что человек такой общительный. Но по каким-то обстоятельствам они все-таки поняли, что это мошенничество, и деньги и средства они не перевели. Это очень хорошо. Однако женщина, восстановив доступ к своему аккаунту, пояснила, что в последующем мошенники создали аналогичную страничку с использованием ее фотографий. И тот список контактов, которых у них уже имелся, они продолжили рассылать далее аналогичные сообщения, уже используя другой абонентский номер сотового телефона. Также в данной ситуации были несколько голосовых сообщений коротких, которые были направлены от ее имени. То есть наш современный век, он обслабливается еще также искусственным интеллектом. И уже некоторые сообщения можно, оцифровав ваш голос, использовать для мошенничества. И также от этой женщины поступали короткие сообщения с просьбой о передаче денег и средств о переводе на определенную банковскую карту. То есть в таких ситуациях тоже просьба связаться напрямую с человеком. Если от вас кто-то попросил какой-то перевод, пусть там на 15 минут, на полчаса, на час, что вернет, все обязуется вернуть его этого человека, очень хорошо знаете. Здесь тоже нужно очень внимательно смотреть, кто с вами общается, какие он использует выражения в своих сообщениях и что он вообще присылает. Проще напрямую созвониться и обсудить данную тему. Действительно ли нужны денежные средства человеку и зачем. Дальше хочется добавить, что обратиться к гражданам, что если вам все-таки поступили звонки, и речь заходит о каких-то счетах, деньгах, картах, прекращайте любое общение, прекращайте. Лучше не поленитесь, позвоните на горячую линию банка, либо госуслуг, либо другой кредитной организации, сотовой компании. Позвоните на горячую линию, спросите, действительно ли там на вас оформляется кредит, закончилось действие сим-карты, либо еще что-то. Но только не продолжайте разговор. Все, на этом прекратили разговор, позвонили на горячую линию, не получилось. Пойдите лично в банк, в любую кредитную организацию, в салон сотовой связи, и узнайте, что происходит на самом деле с вашими счетами. Только своевременно прекратите разговор, и ситуация будет спасена, и вы не попаритесь. Продолжение следует...